Ага! Привет, друзья! Later I'm gonna talk with you in English a bit. Возвращаемся на русский язык. Позвольте вам показать фантастически изумительную панораму древнегреческого города, который сейчас находится в современной южной Албании под названием Гира Кастро. Выглядит все великолепно, просто волшебно и живописно. Население около 30-35 тысяч людей. Все пропитано древнегреческой культурой, которую, разумеется, албанцы отрицают и говорят, что это древнеалбанская. И вообще древнюю Грецию придумали современные греки. Ее не существовало. Я сейчас не берусь утверждать и спорить. Я сейчас нахожусь на территории старинного замка, крепости в городе Гира Кастро. Здесь есть музей войны. Очень много пушек различных. Небольших. Больших. И много интересного. Ну и, конечно, просто фантастически живописная панорама на старый город, который весь построен из черепицы, крыши. Вот здесь у нас есть одна мечеть. Вчера меня даже здесь гостеприимно приняли в ней. Дальше там вторая мечеть. Вот там вторая. Периодически где-то очень-очень средневековые постройки. Ну, выглядит все как кусочек Греции. Либо какой-то очаг средневековья. Ну, и там, конечно, новый город. Вот там современные дома, коробки. Значит, и даже есть стадиончик, как вы можете наблюдать. Это Албания, ее юго-восточная часть. Очень близко от границы с Грецией. Не очень далеко от Македонии. Так, и самая интересная история про самолет. К крепости мы вернемся чуть позже. Значит, здесь каким-то образом оказался самолет американских вооруженных сил. Во время Холодной войны, в конце 50-х годов. Существует три истории. Я вам сейчас все три их расскажу. Выглядит все очень-очень интересно. Как вы, наверное, знаете и помните, во время Холодной войны Америка была главным врагом коммунистического блока, в который входила Албания. Мы находимся сейчас в Албании. И в 57-м году есть факт, что американский самолет приземлился в аэропорту возле столицы. А потом он был в 70-х перемещен сюда в музей войны. В этот замок. В эту крепость. Это факт. Это произошло в декабре 57-го года. Но по версии американских пропагандистов, назовем их так, в январе 58-го года пилот летел с американской военной базы во Франции Чатару. Чатару. Он летел в Наполь, в Неаполь, Италию. И по пути он заблудился в сильном тумане, сбился с курса и был вынужден приземлиться. Местом приземления оказалась Албания. Боже, какая красота. Посмотрите, как все выглядит изумительно. Это была версия американских пропагандистов. Что же говорит албанское коммунистическое радио? Оно говорит о том, что разумеется, благодаря доблестным сотрудникам ПВО Албании вражеский империалистический самолет американских вооруженных сил был перехвачен и силой его заставили приземлиться на территории Албании. его взяли в плен, грубо говоря. Ну, вот как-то так. И его заставили приземлиться в аэропорту Ринос возле Тираны, который сейчас тут пока до недавнего времени был единственным аэропортом. Вот что говорит албанское коммунистическое радио. Истина, как всегда, где-то между. Так, еще раз показываю некоторые участки этой панорамы. Вот здесь у нас есть отели, рестораны, все очень дорого. Кстати, да, потому что место очень открыточное и очень-очень изумительное. Для тех, кто не понимает по-русски, я сейчас покажу, как это все выглядит на английском. Вы можете почитать. У нас поставить на паузу, почитать. Так. Ну, и, конечно, должен заметить, что замок был вроде как построен во время Османской империи. И Али Паша Тепеленский, которым я недавно упоминал в соседних роликах. Здесь правил и очень хорошо отдыхал. Держал оборону. Замок находится на горе и выглядит все очень-очень-очень-очень красиво. Вот как-то так. Весь город напоминает Древнюю Грецию. Ну, в общем, такую настоящую греческую Грецию, я бы так сказал. Простите за тавтологию, иначе тут и не скажешь. И очень туристическое место, но при этом довольно тихое и спокойное. Очень спокойное и очень тихое. Друзья, впереди много интересного. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, поделиться роликом с друзьями, поставить колокольчик черного цвета, поставить лайк этому видео и отметиться в комментариях какими-нибудь теплыми словами. Меня зовут Олег, я странствую вокруг света, уже седьмой год без затрат, на сюда и тоже попал бесплатно. увидимся в следующих роликах либо на краю света. Guys, don't forget to follow me on this channel, write me nice comments, share this video with your friends, give me like, make the bell by black color, in black color, please. Right now we are in Girokastra, southern Albania and right now I'm staying on the top of the medieval castle in city Girokastra or Girokastra. It looks like ancient Greece and it looks absolutely fantastic. But it is Albania. Old cities, even all buildings look fantastic like they came from historical movie. and fantastic amazing viewpoints here. Everywhere hills, monuments and amazing spots. Please welcome this city and my channel also. Two stories about American plane. You can watch here, you can push the pause and you can read it later. Okay? I'm not gonna tell you now. but you can do it by yourself. Guys, most interesting to be continued. My name is Alex. I'm traveling seven years around the world almost for free and I have been in 64 countries. Please follow me. Most interesting to be continued. Oh, my German friends. Here is a museum of war by the way on the top of the castle. An absolutely fantastic spot for make Instagram pictures. Actually, it's 50 kilometers from Saranda, most tourist city in southern Albania. Thank you for watching. Guys, see you at the end of the world. Продолжение следует...